Здравствуйте дорогие друзья, особый привет всем тем, кто каждый день тренируется с командой и готовится к ежедневным турнирам на просторах интернета. Ведь сегодня в рамках очередного выпуска тактических разборов мы с вами будем разбирать раунд от команды Team Liquid, которая на карте The Dust 2 разыграла интересный тактический прием против состава Hellraisers. Раунд направлен на точку А, но перед основным выходом эта тактическая схема содержит подготовительные этапы, которые позволяют составу Team Liquid успешно завершить свой выход на точку. Итак, давайте разбирать что тут и как. Изначально схема выглядит как 3-2, но затем она перестраивается в 4-1. Скажу сразу, этот раунд вы можете разбирать по ролям и привязывать действия определенных игроков под ваш состав. Итак, начинаем Бэтленд. Симпл. Он проходит в тэшку и сразу откидывает один дым на выход из нее. Затем флэш, чтобы соперник не решился поджимать. Здесь сразу просматривается небольшой недочет. Очень редко команды подобного уровня, как Ашер, могут поджимать верхний тоннель без связки с нижним. Нижний при этом очень хорошо контролируется снайпером команды Team Liquid, поэтому расставаться с гранатами в этой ситуации не самый лучший ход. Их можно приберечь на развязку раунда, но наш герой сыграл именно так. После небольшой паузы в действиях Симпл возвращается в верхний тоннель и откидывает последнюю флэш на выход. Ну и дальше перестраивается в ЗИК. Элайтш играет вместе с Симплом на Б. Его действия крайне просты и не требуют особого комментария. Отметим лишь то, что он не делает лишних движений и лишних действий. Он проходит в нижний тоннель и откидывает ХАЕ в ЗИК для того, чтобы отогнать возможных игроков защиты. Переходим к центру карты, на которой играет Нитро. Изначально он откидывает одну флэш для отгона соперника ЗИК ЗАГа, а затем в его исполнении ХАЕ. Теперь, дорогие друзья, отмечаем слаженные и классные действия Ликвита, а именно Нитро и Элайджа. Обратите внимание, как два игрока занимают ЗИК ЗАГ. Нитро играет большим и широким стрейфом, Элайдж более коротким на фраг. Думаю, стоит закрепить этот успех. Снайпер команды в этом раунде Адрен в его действия входит в полный набор приемов любого уважающего себя снайпера. Это длительный контроль центральных ворот и попытка сделать опен фраг. Затем Адрен перестраивается ближе к парапету, но затем в действия нашего героя входит изюминка и ключевой момент этого раунда. Или правильнее будет сказать отчет до выхода. Адрен откидывает дым в центр, казалось бы очень простой и особо ничего не решает, но в данном случае он решил очень многое. На ваших экранах игрок команды Ашер, который при виде дыма в центре стал стягиваться в респаун защиты и тем самым освободил Аплэн, то что существенно облегчило выход. Теперь переходим к самой развязке раунда, то есть выходу. Нитро откидывает один дым на выход ЗИГ ЗАГа. В этот момент Элайдж также кидает дым, но только так, чтобы он раскрылся возле респауна и перекрыл видимость игроку с центра. Возвращаемся к нитро, который под эти гранаты падает в респ и затем переходит в сторону длины. Далее дорогие друзья, все на ваших экранах. Действия остальных сил атаки в особых комментариях не нуждаются. Последним игроком этой схемы является Хика. Его действия крайне важны и заслуживают особого внимания. Он играет в боксе. Сначала его задача сдержать возможный поджим, затем выбрать правильный момент для выпаданной длины. Ситуация заставила Хика выдержать очень длительную паузу, потому что он получил информацию, что в яме находится игрок защиты. Выходить и перестреливаться с ним без поддержки очень сложно, а его присутствие не знает, потому как еще раз повторимся, он выдержал очень большую паузу. Ну а поймать соперника на перетяжке в CSGO дело святое и очень приятное, поэтому браво Хико и спасибо команде Team Liquid за такой классный раунд. На этом все дорогие друзья, большое спасибо за внимание, надеемся, что наш материал для вас был крайне полезным. Любите киберспорт, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok